Добрый вечер, большая страна! Мы с вами отправляемся в Химки, в самое ближайшее Подмосковье, на местную арену Химки, где все готово к началу матча 17-го тура МЛБ Первой Лиги, в котором один из лидеров сезона, Московская Торпеда, примет Владикавказскую Аланию. Команда, которая совсем непривычно, невысоко для себя, находится в турнирной таблице. Нет никаких претензий, нет никаких вопросов. Стартовый свисток, дамы и господа, и мы начинаем этот матч. Начинают его футболисты Алании сразу с длиннющего заброса туда-вперед в борьбу, но отвоевать там мяч себе не получилось. Ну что, коллега, по составам, с кого начнем и кого ты себе заберешь? Снова неплохой заход в штрафную от Московского Торпеда через навес и через подачи. Татаев здесь отлично наверху, Чурич удар, Солдатенко вступает в игру, первый раз в этом матче, и очень непросто приходится Алании прямо-таки с самого начала этого матча приходится отбиваться команде из Республики Северной Осетии. С моей позиции не было видно, кто конкретно, ой, футболист Торпеды, футболиста Алании, конечно же. А Ломбутаев, по-моему. А здесь ошибка, здесь ошибка. И как бы не красная. Да, сейчас посмотрим, какая карточка. Нет, желтая, я насколько понимаю. Красная, красная. Красная. Константину Плееву красная карточка. Ну, тут может, конечно, стоять рядышком с Нитфуллиным Боян Роганович, ожидая, что, может быть, он пробьет, но я в этом сильно сомневаюсь. Нитфуллин. Нет, все-таки Роганович сумасшедшая. 1-0 выходит вперед Московская Торпеда. Боян Роганович. Изумительное исполнение штрафного. Это в учебнике мировых ударов со штрафной. 1-0 Боян Роганович. Шикарный гол. Какая же красота. Да, и как же, Шамиль, я немножко похвастаюсь. Как же повезло мне с ракурсом. Видел я прям полет этого мяча. И еще один заход. Чупаев. Чупаев. Мяч держит под левую с рикошетом. Солдатенко снова спасает Аланию. И еще один очень любопытный момент у ворот команды из Северной Осетии. Да и не только местные. Все и первой лиги легенда. Но позже про Солдатенко. Удар со средней в перекладину. Ну, ничего себе. Ну, это, в общем-то, сколько? Это 300, да, во дворе считалось? Или как-то все это дело? Ну, я не знаю. Кстати говоря, вот различные трактовки правил. Ну, с учетом моей физической формы, знаешь, я думаю, что арбитр позволит мне выйти одиннадцатым. Хадарцев. Здорово, Хадарцев. Удар. Штанга. Какой момент. И какой уже третий или четвертый привоз от торпеда на своей половине поля в этом матче, когда они вот так вот ошибались. Большой вопрос, будет ли кто-то рисковать в этом матче. Торпеда не особо как будто бы нужно сильно рисковать. Алания есть ли ресурсы? Удар не фулина. Да, Ростислав Солдатенко справляется с ним. Заводятся, кстати, оба сектора сейчас. Традиционные крики болельщиков Алании мы слышим. Но и фанаты торпеда тоже здесь пытаются перекричать. Опасно может быть. Манелов пользуется ошибкой Алана Багаева. 2-0. Отлично. Отличная реализация, что называется, и большинства. И отлично воспользовались здесь ошибкой Алана Багаева, футболиста торпеда. Прекрасная передача Ираклия Манелова на гол. Вот поди, разгляди, кто там его забил-то в итоге этот гол. Но, если я не ошибаюсь, это Юрий Каледин удваивает преимущество торпеда. 2-0. Похоже на то. Но ошибка Алана Багаева, ну, чудовищная, конечно. Абсолютно не характерная для этого. Классно сместился. Вышел вот так вот на близкое такое расстояние с Солдатенко. Удар издали неплохой. Ботник спокойно мяч на угловой переводит. Так вот, сместился. Максимально сократил дистанцию с Солдатенко. А дальше спокойно катил в центр. Абсолютной всепоглощающей уверенности в себе. Ой, ой, Нитфулин, что придумывает? Что придумывает Нитфулин? И тут еще и Ростислав Солдатенко чуть было не придумал, да? Как-то промелькнул. Пролетел мимо мяча голкипера Алани. Пустил в итоге в лицевую Шевченко, да, это был. До мелочей атакой. Разгоняется она очень неплохо. Нури Абдоков летает в штрафную. И бить бы уже здесь пора. Опасно может быть. Петали и ботно. Да, это эпизод того стоил. Вот всех трех у, самим, от себя он стоил. Ну, он, наверное, мог бы чисто теоретически ее и не показывать. Но мог и показывать. Показал и... Да, Червяков. Заходит в штрафную Червяков. Ярко, классно. Ой-ой-ой, 3-0. А чего здесь Солдатенко смотрел? Разный Червяков празднует Максимов. Да, понятное дело, что здесь с рикошетом мяч влетает в ворота. И сейчас большой вопрос, на кого они этот гол запишут. Да, мне тоже это интересно. Возможно, на Червякова, мне кажется, на Максимова все-таки. Почему-то мне кажется, что именно он. Демонстративно Максимов не празднует этот гол. Понимаю, что вносил мяч, ну, уже пустые ворота. А Червяков, наоборот, демонстративно празднует. Да, 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 демонстративно празднуют. И, ты знаешь, я думаю, что Максимов с огромным удовольствием поделился по этим голам. Все, финальный свисток Игоря Захарова. 3-0. Окончательно и без поворот на торпедо. Обыгрывает Владикавказскую Аланию в матче 17-го тура Мелбет первой лиги. Очень убедительно, очень уверенно благодаря мячам Бояна Рогановича, Юрия Каледина и, соответственно, Максима Максимова.